Борис говорит, смотри, где? Вон на черешне сидит, взорвала. Не видно. А, вижу, вижу. Да, птичка пришла черешню есть. Саранчоус. Боря. Сорвала ягодку и унесла. Дождь мелкий, 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 мелкий. Уж пролил бы, так пролил. МЧС обещает. Что? Дождь, гроза, сильный снег. Ага. Вообще все плохо. Да, плохо. Нормально. Доброе утро, мои хорошие. Голос совсем сел. Что-то как-то никак не выздоравливается. Сейчас у нас идет мелкий, мелкий дождь. Борис вышел, посмотрел. Говорит, ой, все поломано. Дом каменный. Ой, ребят, смотрите, какой дельфиниум. Ну вот он от ветра наклонился. Я видела комментарий. Вы мне советуете отрезать цветок клематиса. Ну пусть он хоть немножко подцветет. Жалко его. Ветер был сильнейший. О, сломала дельфиниум голубой. Да, ну и ветрила был. Вот этот стоит крепко. Мамочка, вот это да. Жалко дельфиниум. Сейчас я его подниму. Поднять его не получилось. Он сломан ветром. Ну и как жалко. Не любят, видимо, дожди капитуньи. Ого-го. Жалко, жалко. Так, ну что у нас из этого странного выросло растение? Ну, вроде кабачок. Погода холодная. Ну, знаете, прохладная. Градусов, наверное, 18. Больше нет. Ну, вроде больше ветер ничего не повредил. Жалко, конечно. В парнике все растет. Вышла просто глянуть, потому что Борис сказал, что любил, что тут творится. Ну, ветер... Ой, господи, чуть не упал на яблок. Ветер очень сильный был. О, смотрите. Распалась моя ива. Ну, природа. Природа. Что еще пострадало? Просто интересно, что пострадало. После сильного ветра, сильного дождя. А это я поставлю в вазочку сейчас. И будет нас радовать. Проснулись. После всего розы наклонились. Мокрые, некрасивые. Ой, как будто расстроены от того, что они мокрые и не такие красивые. Но розариум бютерсон уже отцвела. Ее надо обрезать. Очень не хочется в мокрую погоду этим заниматься. Пойдемте, посмотрим, что там сбоку дома творится. Ну, здесь вроде ничего не пострадало. Ну, за домом, потому что. Ой, гортензия легла просто. Ребята, смотрите, что делается. Гортензия бедная, белая. Лежит. Ну, когда будет солнышко, она поднимется. У меня большой куст. У нее ветки. Такие, знаете, травянистые. Поэтому она и легла, как трава. Ну, ладно. Остальное вроде все живо. И здорово. Распускается лилийник пахучий. Нет, насморк. Не чувствую. У Леночки парники разорвало от ветра. Пленку на парниках. Пойдемте завтракать. Борис принес угощение от соседей. Машин приятель, Илья, угостил шоколадной морковью. Ну, она... Ну, да, она вот такого странного цвета. Интересная, правда? Сейчас, ребят, положу вот сюда. Видите, какого она цвета? Ну, чтобы сравнить. Говорят, что вот так, если отрезать, то она дальше будет расти. Батву, наверное. Шоколадная. На свеклу похоже, да? Хороша. На, Борь. А мне-то она на кухне. Подержи. Сегодня мимо нас проезжают наши бывшие соседи. Вот этот тот участок, который Леночка купила. Там жила пожилая женщина. Она продала свой участок. И дети вынуждены были строить участок, строить дом совсем в другом месте. Хотя дети жили здесь с ней все эти годы. И вот они построили себя в другом месте. Участок, проезжая мимо, говорят, хотим к вам заехать. Давайте пообщаемся немного. Вот мы решили с ними пообщаться. Вот они позвонили. Сейчас откроем. Это пара. Семейная пара. Стас и Людмила. Хорошо с ними жили. Так дружно. Рядом дружили. Веселые такие ребята. Позитивные. Ну вот так в жизни случилось. Сейчас Борис откроет калитку и будем ее ждать. Открывай калитку. Я Стасу уже сто лет не видела. Сейчас он пока обманачился. А, ну да. Надо дают вплотную к Гале встать. К Гале не знаю. Пускай лучше вплотную к Свете встанут. Ну ты посмотри. Да, иди, Маш. Посмотри, куда там встать можно. У нас дорога узкая на нашей улице. Не знаю, смогут ребята припарковать машину здесь или нет. О, теть Маша вышла. Надо, значит надо. Ой, Любаня разрешила поставить машину. Это поступает. Ага. Они просто на минуточку заели. Заем? Да, с Людмилой. Ой, хоть повидаемся. Как они выглядят? Сколько уже лет прошло? Много. Пять, наверное. Ну лет пять, наверное. Ну вот четыре. Стас, Стас, Оксанин, зять. А-а-а. Того, как до вудки на десятые сутки. Вон они наши едут. Вон они. Вот они наши. Здорово, родные. Здорово, здорово, Людмилю. Здорово. Вытрещал, подъезд помадишься. Да. Привет, Стасон. Привет, как дела? Привет. Все хорошо. Все хорошо. Ну, молодцы, молодцы. Ну, а что, мы стараемся. Хорошо. Вот, давай, Люд, проходи. Людмилю тоже рада видеть. Да, да. Очень рада. Здорово. В Москве льет, как из ведра. А у нас нет. А у вас, наверное, вообще дождя нет. Привет, сестренка. Привет, сестренка. Боря, у нас тут Баська в машине. Не, мы быстро. Ну, мы там справились. Да что, пять? Ну, давай, сейчас проехали. Вон, проехали, как моим воротам. Она всю дорогу орёт. Ой, они все орут. И у нас орёт. Да? И Дашка орала, которая потерялась. Любовь каждый день. Спасибо. Я не знала, что ты смотришь. Каждый день. Ты что, я уже подсела. Я смотрю. Маша, здравствуй. Здрасте. Как твои дела? Хорошо. Балеринка наша, гимнастка. 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 Ой, господи, на видео она крупнее. Да, на видео она прям кабачок кабачком. Да, здесь маленькая. Женя. Женек. А это Маша у нас, да? Звезда Ютуба. Да. Привет, Женька. Женя, Женя, Женя. Ну, что ты боишься-то? А что ты скажи, лезешь? Да, Жень? Скажи, я вас не знаю. Вот наша бутылка. Как ты с дорогой арабитой лаешь. Да, да. Вы-то бассейн будете ставить себе? Она стоит сейчас. Стоит, да? Не такой. Поменьше? Ну, у нас сначала было поменьше. А чистишь как? Да никак. Слил. Слил. И со скважинами все. Ну, что там, чистить? Ну, вот у нас он две недели стоял и не зацвел. Вообще. Потом нет. Нет, вообще. Без. Вообще. А когда химию добавляешь сразу, у него сразу железо выделяется, рыжая. Видишь, у нас как получилось? Мы года два назад, года два, да, вот этот бассейн надули, а у нас проблема с колодцем. Угу. Проблема с колодцем, и получилось так, что воды нет, мы и не стали. Потом сделали скважину. Теперь воды хоть залейте. Я уж хотела выбросить. У нас такой, знаешь, надувной. Надувной, да. Да, да, да. Ну, у нас такой сначала был. Да. Да, да, да. Помню. А сейчас скважину я убрала, думаю, ну, что-нибудь, кучу накрывать какой-нибудь земли там. Я говорю, Стас, давай нальем. Конечно. И вот в эту жару и спасались, да? Ну, и правильно, молодцы. О, предложила ребятам чайку попить. У нас вкусные конфеты, помните, те, которые я покупала? Ну, ни в какую. У них кошка сидит. В машине, да. В машине. Слайший такой. Маленький. О, смотри, как она к тебе. Такая славная. Хулиганка лягушек. Всех поймала. Классные, ребята, просто вот классные. Мы так дружно жили, мы так жили дружно, так нам было весело. Но вот иногда старики совершают вот такие необдуманные, вообще необдуманные поступки. Зачем надо было продавать, когда вот надо было отдать и все ребятам. И до сих пор мы жили в соседстве, дружно. Ходили друг к другу. Че Борис чудил со Стасом? Ой, сейчас я несу им кнопку. Им хочется показать. Да видела, все видела. Но подержать-то в руках. И на себя посмотреть. Да-да-да. Ну подержать-то в руках. Спасибо. Теперь осталось миллион. Ох, нет, это вряд ли. Почему? Алла пошла голову умыть. Ух ты, вот это красота. Заслуженная. Заслуженная. Очень интересная. Я вот вас больше... А потому что вы же видите, какие мы. Ну нет, все равно другие. Обмывали? Нет. Вас ждали. Вас ждали. Боря, а мы думаем, за что же нам выпить, да? Нет. О, что там думать? Причину-то найти всегда можно. Смотрю, мама отличника. Лен Павлову. Обожаю. Молодец, Люба. Молодец. Алла росла у них на глазах. Изменилась, Люд? Нет. Все такое же. Здорово, мама. Какое масло! Людмиле сейчас сделаю подарок. Тую дам. Это шаровидная тую у меня. Вот. Отдам ей, пусть сажает. Дождик у нас сыпется сверху. Люд, на тебе подарок. Вдруг не получится. Спасибо. Шаровидная. Ты не представляешь, какая твоя тую у нас. Мы тебе... Я сфотографирую, на WhatsApp пришли. Давай, хорошо. Вот то, что ты нам черенок давала. Да, да, да. Потом мы ее забрали. Она у нас сейчас вообще вот огромная-огромная. А, это самая первая. Вот. Самая первая. Красота. А потом мы просто покупали, сажали. А вот твоя вот я тебе пришлю на WhatsApp. Хорошо, спасибо. Ладно. Ну вот, а вы говорите, что мало ли что получится, не получится. Все получается. У нас все получается. Черешню собрали, да? Да вон еще и... Нет, есть. Ешьте, ешьте. Люда, ешьте. Ну что, ребята? А? Что, ребята? Розу подарим? Розу подарим? Не забудь. На тебе еще. Розариум Ютерсон сажай. Это вот эта красота, да? Да, это вот эта красота. Сейчас, ты знаешь, честно... Ну она солнце, тень, что любит. Да, что, вот она сидит. Вот она сидит на солнце. Ты посади сначала куда-нибудь. Я вот не помню, то ли это Розариум Ютерсон, то ли это мужиковая. Мужиковая это вот та, которая вьется. Объедет. Прекрасно. Вот. Так что сажай. У меня есть там Марочка, я посажу. Хорошо, хорошо. Я просто не помню. По-моему, это это, как ее, Розариум Ютерсон. Ну, не важно. У тебя и та, и та, мужиковая. Я видела, ты где-то показывала. А вот она, вот она сидит. Смотри, какая. Вот. Да, прекрасно. Ничем не хуже. Ничем не хуже, да. Опустила, накрыла и все. Чего? Хулиганы. Чуть-чуть. Мы бы и подольше, но она сейчас в машине одна сидит. Стас, а вспоминаешь, как мы тут жили? Ну, а как же. А как же. О, Борь, наш заборчик-то. Да, всегда можно поревнуть. Это уже не ваш, это уже новый, Стас. Не ваш. Ваш там. Да. Ой, что творили. Ой, а как пузыри прятали. Это вообще, это было что-то. А что, бутылку раз под запор. Да, да, положи, положи, положи в кусты. Ладно, ладно, положу в кусты. Ой, ребята, чудили, ой, чудили. Но было очень весело, очень весело. Моросит прям, моросит и моросит. И вот это до конца, до конца недели, да? До завтра, это срочно. Там же переговорили, а вот это... То есть... А это обычная длинная туйя? Нет, это шаровидная. Я обычную не делала, мне обычная не нужна. Это шаровидная. Это от твоей, от старой отрезала. Ха. Ну, вот от таких. Да, я думаю, получится все. Вот она почти такого выросла. А мы их обрезали. Ну, это первые, да. До поводов уже стали. Девочки. Спасибо большое. Ну, вот я говорю, чайку уже надо было попить. Ну, что же вы так... Какой там ты писала, она сейчас, блин, с ума навсегда. Ну, в общем, короче, обещайте, что приедете. Приедем, конечно. Хорошо, хорошо. Смотри, как сыпет. Дня не проходит, чтобы мы не вспоминали. Вот клянусь, как мы тут... Как бегали. Как это, мать твоя бегала со Стасом, помнишь? С мусорным ведром. Это вообще была песня. Куда послали? Ставь сюда. Это не дождь. Это сыпет, как, вот знаете, как манная крупа с неба. Вот такой вот дождь. Все, поехали. Хорошие ребята. Ой, хорошие. Ну, что, мы были тогда молодыми. Знаете, как было весело? Это надо было, конечно, видеть. Как мы жили здесь. Дружно, весело. Никаких вообще обид. Ржака. Хорошо было. Старики, не совершайте ошибок. Не продавайте дачи, когда у вас есть дети, которые хотят жить на этих дачах. А где же это, чай и всякое такое? У них кошка в этом, как я его сидела, в контейнере и плакала. Они быстрее торопятся. Ой, ужас, да? Я думала, сейчас чай. Да я тоже, да, да, я тоже так думала, тоже так думала. Но они обещали приехать на шашлыки, побеситься опять, поржать. Вот, да. Тут было у меня как-то шара, чтобы покупаться можно было. Я до сих пор не уникально, когда разгонялся, а в бортик. Ага, ага, да, я тоже, тоже так думала. Вот, потерял. Бумажник, все потерял. Какой-то вот. А ты в этой котке был, в этой, конечно. Где? Ты же не выходил. Так не бывает. Посмотри, может, ты в другой котке был. Да нет, я в этой был. Ай, я. В другой котке. Да. Да, было бы классно. И все, и можно там забор снимать. Да, 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 да. Раиса не продает свой участок. Да, алла. Не, ну они и там уже все построили. Все, 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 что можно было, все построили. Ну что, Борис Сергеевич, вспоминания нахлынули? Да нет, пытаюсь эту засунуть. Жалко. Да, теща их подставил капитально. Да. Теща, теща и мать. Это же мать Людина. Он же говорил, если бы те деньги, чтобы вбухали в ту дачу, тут можно было такое построить, потому что землю не покупать. Да, да. Воду не рыть. Да. Потому что там и колодец делал, землю покупал. Мы же тогда еще говорили про колодец. Столок электрический ставил за свой счет. Да, да. Там целое... Да, да. Не, ну им тут и нравилось, они все знали. Сломал бы, говорит, этот дом. Поставил бы сначала вот здесь, говорит, хороший дом, потом бы это сломалось. И денег особых не выручила, там, ну не копейки, но все равно, но не стоит этих денег дача эта. Ну да, конечно. Ради них не стоило продавать. Тем более, старший дочь говорил, мне ничего не надо. Была идея, фиг, сука, как же я одно и стою, а второе нет. Старший сказал... У меня все есть, да? Да, у меня есть все, дачи, клячики. И что, и в итоге, что деньги разошлись вот так вот и все. И ребятам все по-новой, сколько вкладывать пришлось. И ну раз как сделают, хоть стоит, хоть планы. Можно подумать, что последнюю копку хлеба с солью доедала. Что там она? Как она? Стареет, не помнит ничего. Чудит? Любишь ты машину, да. Жену б так любил. Это Оксана так говорила, да? Ну вот стоит ее, она прям идеальная. Да, да, да. Любишь ты машину. Жену б так любил. А что тогда они, когда друг за другом-то стали бегать с Оксаной? Что они тогда делили-то со Стасом? Да он облил ее, что ли? Да она вечно к нему цеплялась. Мужик хороший, она вот вечно с какой-то подковыркой. Сас подходит тогда, руки дает, вставай, говорит, мам, вставай, мам. Пошел ты! Перед тем, как что-то сделать, надо подумать. Да, конечно, сто раз. Это он тебе подарок такой привез, да? Я говорю, ну зато тут 6 соток, а там 12. Он говорит, небес, косить. Не, ну им не надо было столько земли, понимаешь? Им не надо было столько земли. Им надо было, чтобы вот как было, вот так и осталось. Да не, ну тут уже легче просто. Нет этих вложений, нет этого, потому что уже, ну тоже не мальчики все, это второй косяк. Да, конечно. А сколько, кстати, им лет? А я не знаю. Не знаю. Это пол денег, правильно? Не, ну одно то, что начинали все эти участки, все вместе. Да, да, все вместе. Никита и все. Да, наверное. А прикиньте, что было бы, если бы и Лена, и они, то вообще тусня была бы, мне кажется. Вот именно, что тусня, мне тоже так кажется, тусня. Собираемся с алых серпухов. А я приехала вот в этих брюках. Кофту-то я вот в рыжих брюках, на улице прохладно. И я поняла, что нет в моем гардеробе. Знаете, вот типа какой-то с длинным рукавом, такой спортивный, ну спортивный, не спортивный, на молнии, но что-то такое, чтобы можно было одеть вот такую прохладную погоду. Мне придется одевать либо вот эту свою спортивную куртку. Но она спортивная, а не хотелось бы вот голубую к этому. Но другой выход, другого выхода нет. Сейчас мы поищем, может в магазине что-то и найдем более подходящее. Коричневая с оленями у меня есть, но она с капюшоном, мне как-то не хочется. В общем, нужно будет что-то поискать, сейчас посмотрим. Так, купили мы с Аллой следочки. Я думаю, что вы говорили именно о таких следочках. Так, вот здесь силикон пятнышки на пяточках. Они, конечно, странного размера, с 36 по 41, но, может быть, так и должно быть. Взяла белые, серые, черные взяла. Такие. И вот такие, вот такие смешные еще взяла. Следочки. Под кроссовочки. Ну, это может дома надеть и пойти. Все, я теперь со следочками. А вот серенькие. Ну, такие же, только вот серенькие. Мы доехали теперь до той ленты, какой надо. А то нас навигатор привез в ленту города Серпухова. А нам надо было в большую ленту. А носочки мы покупали вообще в таком вот маленьком магазинчике. Сейчас сюда, нам нужны продукты. Мы зашли в ленту и увидели джакузи. 29,990. Ну, эта вот Аллочка смотрит уменьшенную форму джакузи. Прикольно. Это для экспозиции. Да, это бурлит точно. Она даже полностью с бурбулятором продается. Да, бурбулятор. Немножко другое, но не важно. Да? Так, ну что, пошли по пеленке. 90 на 60. Какова цена? Цену посмотрим. 346 рублей. 346 рублей. 10 штук, да? А, 20 штук. Ой, а это другие. Это 60 на 60. Взять, что ли, упаковку? Тут Валя все равно просила. Да, 20 штук. 60 на 60. Решили посмотреть здесь. Игрушки. Алл, водная бомба. И как она интересна? А, шарики. Видишь, шарики надувает. Смотрите, ребят. Машинка для запуска мыльных пузырей. О, как выглядит. Ну, неизвестно, как она работает. 700 рублей. Пистолеты всевозможные. Лизун. С эффектами. Ну, а что он такой? Ну, не знаю. Жидкий, жидкий какой-то. Смельший. А, вот это что это такое лежит? Вот, свисток какой-то непонятно с чем. Вот это вот прям берила. Ага, вот это что такое? Мыльные пузыри, что ли? Мыльные пузыри. А, мыльные пузыри? Свистком. Да. Что только не придумают. Да, я с вами посмотрю. Ух ты. Ух ты, какая смешная. Кукла, плачущий младенец. Хотели взять новое ведро для туалета. Оно что-то какое-то, да, действительно узкое. Алла, право. Нога какая-то очень узкая. Оно же все-таки пластиковое. Сидеть, как на пизанской башне. Страшно. Сидеть, как на пизанской. Алла, подержи, пожалуйста. На пизанской башне. Так, а судя по крышке. Что товары какие-то, я не знаю, так себе какие-то. Хлипкие все. Не очень удобно в Ленте. Вот такие тележки огромные. Возить их за собой. По-моему, раньше были здесь, да, Алла? Маленькие такие тележечки. Я даже не помню. Я тоже не помню. Сейчас мы идем мяску купить. Нам мяско надо. Пришли мясо выбирать. А тут такие огромные куски. Ого-го. А это что у нас? Это у нас шея. Цена шеи. Цена шеи. А я не вижу цены шеи, Алла. Нету цены на шею. Это лопатка, да. Это кудашка. Группка. Группка, да. Большая, 329. А, 329,99. Ничего нам с Аллочкой не надо было. Ничего. Мы ничего и не взяли. Ну, это очень-очень надо. И то есть, Валя, там уже все заканчивается. Набрали игрушек. Пожмакать пальчиками. Шейку взяли. Очень мясо захотелось. Тушенку на пробу. А вот это, знаете, что взяла? Это сумка-холодильник. Термосумка. Я часто что-нибудь из дома вожу. И одной сумки нам бывает мало. Сумку на колесах ее поставлю. И все. И никаких проблем. Я могу туда положить все, что надо. На плече, конечно, я ее носить не буду. А вот сумку на колесах поставлю. Будет нормально. 15 литров объем. Заехали с Аллочкой. Здесь недалеко есть. Ой, все изменилось. Все пропало. Любаша. Любаша Вензовская. Чебурек крымский с бараниной взяли. Так кушать хотели. Сыня. Заехали с Аллочкой. А вон туда в уголочек. Заехали с Аллочкой в чебуречную перекусить. А здесь так чистенько, так хорошо, так приятно, ребята. А, чебуречная называется помпончик. Вот, видите, помпончик, федеральная пончиковая сеть. Ребята, смотрите, в этой пончиковой кто был. Бенкин, Гафт, Аверин. Все заезжали попробовать. Смотрите, какая стена славы. Субтитры сделал DimaTorzok Громко играет музыка, но я постараюсь ее перекричать. Вот так выглядят чебуреки, которые мы заказали. И вот здесь на картинке даже, видите, ой, на картинке, на тарелке видно баранина. Барашек нарисован. Значит, эти чебуреки с бараниной. И вот такие симпатичные пончики. Ну, между прочим, у нас с вами получались они не хуже. А Аллочка взяла со свининой. И вот у нее значок хрюшки. Приятного аппетита! Мы, конечно, доехали в эту пончиковую, покушали. Но только утолили голод. Я, например, удовольствия не получила. Объясню, почему. Насморк. И ассоциативные запахи с вкусом, с ароматом. Не получила удовольствия, не имея вот этих вот вкусов и ароматов. Просто вот так вот голод утолила и все. Жалко. Обидно. Ну, а теперь домой. Пионерский лагерь едет. Нет, это зэки, мне кажется, какие-то. Какие зэки? Автозэки какие-то. Ну, зареги. Ну, это просто машины, видимо, перегоняют. Видишь, одинаковых машин сколько много. Сколько же там? Ну, мало ли. В какой-то гор лают. Автозэки? Ну, да. Есть цель колонны. Ух ты. Все. Чуть я сегодня простыла. Приехали из ленты. И у меня опять температура. Ну, успели взять мясо и приготовить вот такое красивое блюдо. Красиво запеклось. Очень красиво. Ну, как? Вроде пахнет вкусно. Только я не чувствую запаха. Как пахнет? Я думаю, надо по такой тарелочке. По такой? Да. И еще на гарнир сделали вот овощи. Кабачки, синенькие, перчики, чеснок, лук и помидоры. Все очень вкусно. Сейчас все будут ужинать, а я пойду в кровать. Обидно. О, как вкусно. Кстати, эту форму я купила в Икее. И у нее есть пластиковая крышка. Здесь мясо, шейка, сыр, лук, помидоры. И немножко майонез со сметаной, да? Угу. Ой, замечательная красота. Субтитры сделал DimaTorzok